Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Да ничего, вызовем клининговую компанию Это же молодежь, натулся Это творческая молодежь Странно А мы ничего не перепутали? Но Дима точно собирался день рождения дома праздновать? Ну да Не понимаю Натусьик, по-моему, пахнет корицей и ванилью Ах Совершенно согласна, что это было бы очень интересно, но... Здрасте 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 У меня тренировка на большом поле Кто меня отвезет? Не я Что за вопрос, конечно, мама Она сегодня целый день свободна Я после обеда в банк А у папы важное совещание По новому проекту Это по тому спортивному центру, который мама рисовала три дня, да? Это по центру, который разрабатывает наше архитектурное бюро А в нем твой папа ведущий архитекта Сынок, мы все делаем одно общее дело А твой личный водитель будет вовремя, как всегда Спасибо Мам, брось, пожалуйста, денег на счет Аппетиты растут Спасибо, мам Угу Да, оденусь, не смогу сегодня быть к ужину Очень важная встреча Леночка, хотелось бы на ужин чего-то легкого Ну, запеченные рыбки, например Ну, рыбу Свежую, а не мороженую Я помню, Наталья Олеговна Я куплю обязательно, когда Саша будет тренироваться Да, кстати, ты могла бы постоянно возить Сашу в школу, на тренировку Чего бы толкаться в общественном транспорте Тем более свободного времени у тебя достаточно Наталья Олеговна, вообще, вы сегодня за чем-то второй раз уже говорите о том, что я сижу дома и не работаю Это же вы убедили меня сидеть дома с Сашей до школы Ну, да, потому что мальчик часто болел Ну, а потом болел Александр Сергеевич, я ухаживал за ним Ну, мы помним это, ценим Спасибо Пора мне Спасибо Спасибо Дарья Олеговна, вам директор центра неврозов Ирина Суходольская Зави, я жду Проходите, пожалуйста Благодарю Добрый день, Наталья Олеговна Здравствуйте, здравствуйте Присаживайтесь Ну, я посмотрела и поняла, что вы хотите строить новый корпус для вашего медицинского центра Да, расширяемся Знаете, хотелось бы что-нибудь стильное, современное и... Наташа Да Скворцова Да Ты, правда Конечно, я Ирка Зенченко Сколько же мы не виделись с выпускного А где все? На обиде? Угу А ты чего не пошла? А кто это у мамы? У нее встреча Кристина, пожалуйста, сделай нам зеленый чай для гостя Хорошо Выпусти Да Нера Зенченко, владелец центра невроза Ты же просто хотела быть невропатологом в районе поликлиники Ну, знаешь, ты тоже не планировала стать вот хозяйкой шикарного архитектурного бюро Собиралась ведь быть скромным бухгалтером, правда? Да Да, пришлось После смерти мужа Ой, прости Не смогу забыть Вчерашний вечер Дина Переходи еще в ночь Да, Наташка, тебе памятник при жизни поставить нужно Правда, я первый раз встречаю свекровь, которая полностью довольна своей невесткой Тем более, как если ты говоришь, она у тебя серая мышка Ну что ты, ну она уж не совсем серая Она тоже архитектор по образованию Так она тоже в вашем бюро работает? Да, она иногда просто Диме помогает А вообще занимается домашним хозяйством Она рано сиротелой Поэтому семья для нее была и остается самым главным в жизни Ну, логично Да Так что моя невестка, она прекрасная жена и мать Сыну очень повезло, у него замечательная семья Пожалуйста Спасибо Сашуль Я принесла тебе сок Саш, почему в комнате такой бедлан? Саша Да в чем дело? Ты слышишь меня вообще? Меня весь день занят Занятия английские, тренировки, вообще я могу поиграть? Саша, я не понимаю, в чем проблема? Вот именно, ты не понимаешь Потому что ты не работаешь и весь день сидишь дома Ты можешь заняться чем угодно Вот ты какого обо мне мнения Ну ладно, прости Ну ладно, прости Так, когда наиграешься, пожалуйста, наведи порядок Хорошо А читать чужую переписку неприлично Ага Пожалуйста Когда угомонишься наконец Что? Сколько можно прыгать из койки в койку Все эти Жанночки, Светочки, Людочки Вот теперь Кристиночка Ты их имена не путаешь, нет? Послушай, я взрослый человек и сам решу, как мне поступать Да неужели? Да Ну-ка сядь Сядь, сядь Остается Дима Все наше бюро живет благодаря Лениным идеям Ты должен с него пылинки задувать и не изменять И сейчас, когда пошли такие большие заказы Кстати, Лена сделала потрясающий эскиз бизнес-центра Да Валентин сказал, что мы практически в финале тендера Ну вот, а я об этом? Да Ты должен быть благодарен отцу Что он тогда не разрешил Ленин аборт сделать и заставил тебя жениться на ней Ты бы вообще архитектурный бы не закончил Да, и наше бюро по миру пошло Так, ладно, я уже понял, что я ноль без палочки, без дыр Спасибо, мама Ну, Дим, ну, ну извини, пожалуйста, ну не злись Я не злюсь Ну, Димка, я тебя очень-очень люблю Я тебя тоже Да Я тебе фруктов принес Спасибо Дай посмотреть Ох Что это будет? Ну, это так, пока идея на будущее Ой, из твоих идей на будущее скоро можно будет целый город построить Это был бы город мечты Кристина, я не сейчас не могу говорить Нет, все усилит, да А с Леной что? Целуй Она полей промчалась в ванную Не знаю Мам, посмотри Ой Ой Слушай, мне очень нравится Очень Очень Ну умница же умница А там Ну, да, да, да Лен, все хорошо? Да, все хорошо Кажется, у нас скоро будет малыш И если это так, то я буду самым счастливым человеком на свете Ага Лен, слушай, ты уверен, что нам сейчас это нужно? Дима Конечно Значит, начнется сопли, вопли и водючие подгузники, да? Сашка Леночка Не стоит убежаться Это всего на все морской эгоизм Они просто боятся остаться без внимания Да Я понимаю Лен Лен Послушай Ну что, как там, Лен? Да все нормально, успокоилась Да Саня-ка Да Вот смотри детские фотографии, понимаешь, я соскучилась По этим хорошеньким детским розовым пяточкам Мам, ты знаешь, что я думаю? Аленка сможет закончить проект? Ты вспомнил, в прошлый раз, когда она была беременна с Сашкой и так плохо себя чувствовал Я думаю, что все будет хорошо Лен тебя любит и хорошо понимает, насколько для нас важен этот заказ А она в любом состоянии все сделает, выполнит все задачи Да Да Зато у нас будет еще один малыш Такой же здоровенький, умненький и красивый, как Сашка Лена уверена, что это будет девочка Она даже имя придумала, Машенька Но я не возражаю, у нас будет и Саша, и и Маша Димка С Кристиной надо завязывать По бюро услуги поползли Шептется Есть, мон-женераль Где Наталья Вяковна? У Димы Она уехала в банк Угу, ясно Будет только через час Угу Дим, в чем дело? Кристина, послушай Что? Ой, прошу прощения Я пригласительную на строительную выставку для Натальи Олеговны принес Извините Валь, подожди, слушай Тут такое дело, а по одному проекту нужно помочь Мам, ну в чем дело? Я тебя попросила постирать, а ты не постирала У меня сегодня вечером ответственный матч Санечка, прости, пожалуйста Я вчера до поздней ночи чертила папин важный конкурсный проект И сегодня утром плохо себя чувствовала и забыла, честно говоря Прости, пожалуйста Виновата А ты кормить меня собираешься? Я кушать хочу Сань, ну еда в холодильнике Разогрей себя, ты же уже большой Столько проблем из-за этого маленького гаденыша Который еще даже не родился Уже всем мешает Саша Что? Подойди, пожалуйста Мама, ну перестань Извините, пожалуйста Извините, пожалуйста Санечка Ладно Пускай рождается Сын, я так люблю тебя И я тебя Да позвони ты ему наконец Ждем Валь, ну что там? Да погоди ты Наталья Олеговна Наталья Олеговна Что? Ну что, что? Я вас поздравляю, заказ наш Шумовой, сразу не мог сказать Кристина, ну чего стоишь? Давай шампанского неси Ага Ну девка, ну хорош чертяк, а Ну талантик, ну весь в отца Наталья Олеговна, ну вы же знаете, да, что всех студентов и архитекторов сейчас учат по учебнику профессора Соколовского Да, да, я в курсе Так вот я более чем уверен, что скоро и по Димкину учить буду Но ведь его дают же проект за проектом и один же лучше другого Димка, а вот этот вот последний, ну я тебе скажу, это нереально Это просто космос Валик, ну хватит, хватит Ты уже чувствуешь, как за мной золотое свеча не возникает Да, я вот уже вижу Светится Так, ну хорошо Лен, возьми ключи от своей машины, моя в ремонте Я помню Хорошо А ты скоро? А то на все про все у меня два часа, а потом встреча с заказчиками Они немцы, пунктуальные до чертиков И что? А то, что я не могу им сказать, что я опоздал, потому что возила жену на УЗИ, она собиралась два часа Димочка, если это такая проблема, вызовем на такси Так, не капризничайте, я на такси своих девочек не отправлю Непонятно с кем, это для меня слишком ценный груз Вот и не Бубукой Едем? Едем Привет Да Да Господин Соколовский, это референт господина Крауза Он намерен отменить вашу сегодняшнюю встречу А в чем дело? Мы и так и не получили образец финансового договора А без предварительного изучения договора встреча состояться не может Послушайте, простите нас ради Бога Передайте господину Крауза, что через десять минут договор будет у вас на столе Хорошо, я передам Спасибо Все в порядке? Да нет, сейчас подожди Алло, слушаю Кристина, а что происходит? Что случилось? Почему образец финансового договора еще не отправлен к Краузу? Я просил это сделать еще вчера Дима, что за тон? Я… Значит, если ты не отправишь договор через пять минут, я уволю тебя к чертовой матери, поняла? Димочка, ты не гони так, пожалуйста Лен, ты-то мне хотя бы на нервы не действуй Уху! Уху! У меня столица, я буду проехать Вы проехали Хорошо, уху! Уху! Давай, открывай, с другой стороны Смотри Ух ты! Давай, Витя! Держи! Тихо, 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 тихо. Тихо. Моя доченька, доктор. Что с ней? Все будет хорошо. Все хорошо с ней. Обещайте. Конечно, обещаю. Ты только верь. Только верь, слышишь? Обещайте. Обещайте. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Скорую вызвали? Тихо, тихо. Саше обедать пора. Не хочу. Саша, все будет хорошо. А если не будет? Это все из-за меня. Я не хотела сестру, ругала ее. Саша, сейчас мама может умереть. Сашенька, Сашенька, ну что ты мой милый? Ну что ты мой глупенький? Ну что ты напридумывал, а? Ну, все будет хорошо. Ты веришь мне? Саша, и ты ни в чем, ни в чем не виноват. Да? Ну что, я тебе можно найти? Идем, мой хороший. Пошли. Все. Поехали. Дмитрий. Вы меня не помните? А чего же? Ну, вспоминайте. Солнечногорск. Вы проектировали торговый центр, у нас жили в санитаре. Сосновый гор? Угу. Вы Марина. Работали медсестой. Точно. Вы назначили мне свидание, а потом куда-то исчезли. Каю, все обстоятельства изменились. Сын заболел, пришлось уехать. Понятно. Можем поужинать, когда я выдаваться. Как вас найти? Да, вот. Обвините старшие медсестры. До встречи. Алло. Что, так срочно? Ну, приходи через полчаса. Доктор, простите, у меня жена в реанимации. Меня туда не пускают. Как она? Ну, пока без изменений. Состояние стабильно тяжелое. Вы делаете что-нибудь? Ну, конечно, делаем. Послушайте, вам следует понимать, что у вашей супруги серьезная черепно-мозговая травма. После сложнейшей операции мы ввели ее в искусственную комнату. Мы сделали все, что могли, теперь только остается ждать и надеяться на чудо. Какое чудо? Какое чудо? Вы серьезно? Абсолютно серьезно. Ведь одно чудо уже произошло. Ваша дочь осталась жива. Несмотря на глубокие недоношенности и серьезные травмы матери. Так что, как говорится, наберитесь терпения. Извините. Кофер сварим, он и вкусный. На конфеты налетай. Конфеты могла и не приносить. Мне хоть магазин открывают. Все, благодарные пациенты несут, несут. Ты что хотела выяснить-то? Скажи мне, подруга, как дела у Маши Соколовской? Тяжелый случай? Или есть надежда? А тебе зачем? Помнишь моего красавца-архитектора? Ну, с которым у меня роман начинался? А, ну, припоминаю. Это ж было лет сто назад, который от тебя сбежал еще. Не сбежал, а уехал по делам. И не сто лет, а пять лет назад. Так хоть двадцать пять. А недоношенная девочка здесь при чем? Мой архитектор, ее отец. Лежит у нас в травматологии. И? Что? Может, это моя судьба? Ты размечталась, подруга. Но где архитектор столичный, а где медсестра из-за Дрыпинска? Между вами полмира. Поверь, я до расстояния пройду с крейсерской скоростью. Что с ребенком? Да и ничего хорошего. Девочка действительно очень тяжелая. Неизвестно, выживет ли. И если выживет, то неизвестно, будет ли полноценный. Ясно. А ничего, что у него жена в отделении лежит? Жена не стена подвинется. А вот дети для него важны. Послушай, Юль, не в службу, а в дружбу. Держи меня в курсе. Как это все не вовремя? Немцы торопят. Я приступаю, что без Лены мы не успеем вовремя закончить проект. Мама, не переживай. Я сам попробую унести коллективы, которые я не потребовал. Ну, попробуй, попробуй. Не хочу. Да. Кстати, а ты на дочку не хочешь клянуть? Ну, клянь пока нельзя. А девочку разрешили сегодня навестить. А? Проходите, пожалуйста. Ваша девочка слева. Какая она крохотная. Знаете, есть методика выхаживания тяжелых детей, метод кенгуру. Ну, это материнская любовь или отцовская в вашем случае. А я уверена, что доктор отцу разрешит брать ребенка на руки хоть ненадолго. Ну, что вы такое говорите? Дима? То есть, отец сам еще в плачевном состоянии после аварии. Да, я понимаю. Извините. Алло? Да, я уже бегу. Марина, видела я не только твоего архитектора, но и его мамашу. Хочешь дружеский совет? Забудь его. Такую свекровь врагу не пожелаешь, не то что лучшей подруге. Мы еще посмотрим. Я тоже не девочка-припевочка. Поживем, увидим. Алла Есимовна, скажите мне прямо, моя внучка будет жить? Хорошо, я спрошу по-другому. Она будет жить полноценной жизнью? Нет, я вас понимаю. Ситуация непростая и… Вы не хотели бы давать прогнозы, но… Но я должна знать правду. Хорошо. Ребенок очень-очень тяжелый. Посмотрите. МРТ показало, что вследствие травмы матери, мозг ребенка очень пострадал. К тому же девочка родилась ненаношенной. Вот заключение. Что? Вы сказали, мозг пострадал. Это значит, что она может стать умственно неполноценной? Ну, вероятность такая очень велика. Но поверьте, мы делаем все возможное. Мне нужна копия документов. Я не могу. Как она могла? Как она могла? Привет, Ириша. Мне совет вынужден очень. А ко мне в офис, ну, в бюро. Ты можешь подъехать? Ага. Спасибо, я жду. Ириша, спасибо, что ты пришла. Ну, что ты, я с радостью. Как у вас дела? Ну, Дима почти в порядке. Лена постепенно поправляется. Ну, слава Богу. А как внучка? Вот о Машеньке я хотела с тобой поговорить. Посмотри, пожалуйста, результаты обследования. И скажи мне прямо о перспективах ребенка. Ирина, там в больнице врач, она ходит постоянно вокруг да около, мямлит все время что-то. Наташа, ну, я же не педиатр. А здесь вообще нужен не анатолог. Нет. Нам нужен невропатолог. То есть ты. Я прошу тебе, скажи мне правду. Угу. Ну… Ну… В общем так, вполне возможно, что дело не в аварии. Очень даже может быть, что гипоксия возникла не внутриутробно, а уже после рождения. Как? А там же написано, вследствие травмы, травма была получена внутриутробно. Так? Так, Наташа, я настоятельно рекомендую тебе еще раз поговорить с вашим лечащим врачом. Диагноз вызывает у меня сомнения. Диагноз. 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 Слава Богу, вы живы. Привет вам. Здравствуй, сынок. Ты не бойся, все в порядке. Сашка, садись. Как хорошо, что ты поправляешься. И бабушка сейчас придет. Она пошла к детскому доктору. Я, кстати, насобирал деньги для Маши. И еще соберу. Это каким образом? Я просто запостила инфу про Машу в соцсети. И ребята начали присылать мне деньги на телефон. Сашка, ты будешь отличным старшим братом. Мам, ты не волнуйся, если понадобятся деньги на лечение Машеньки, мы их обязательно найдем. Я была сейчас с бабушкой, там где лежали новорожденные. Маша такая маленькая и сморщенная, но из-за проводков ничего не видно. Санечка, ты не волнуйся. С Машенькой будет все в порядке, она скоро выстроит. Мам, ты чего? Мам? Умерла. Маша. Как? Мама. Мама. Лена. Леночка. Май, мамаша. Маша 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Какие-нибудь новые идеи по поводу проекта с испанцами? Нет. Ничего не получается. Слушай, ну, может, тогда попробовать кофе внутривенно, а? Валя, не смешно. Понимаешь, не смешно. Думаешь, раз, пальцем щелкнуто — все готово? Понятно. Надоело все. Тебе ответьте туда-то. Давай, рассказывай. Да что рассказывать, Валя? А вот что хочешь, то и рассказывай. Чёрная полоса в жизни, Иван. Ниоткуда идеям взяться. Мозги заняты совершенно другим. Ленка по дому ходит, как тень. Смотрит на всех с таким укором, что жить не хочется. Слушай, ну, а вы-то в чём виноваты, а? Да вот именно, что ни в чём. Я тоже потерял ребёнка, ну… Да, если б не было аварии, всё было бы по-другому, но надо жить. Она не живёт, а существует. На кладбище каждый день ходит. Сашка от рук отбился. А она… Вся в своих переживаниях. Оль, прости, важный звонок. Конечно, конечно. Привет, котёнка. Какие красивые, мои любимые. Какая у нас программа сегодня? Хочу поехать за город. Так. Вкусно покушать. Так. Вкусно покушать. Шампанским. Ну, а дальше сам решай. Принято. Принято. Добрый вечер, мама. Сядь. Поговорить надо. Простите, что поздно. Ага. Ты что, в таком везде за руль сел? Хватит тебе. Ты соображаешь, что ты делаешь, а? Тебе что, прошлой аварии мало? Отец разит. Отец разит. Дешёвыми бабскими духами. Где ты был? На деловой встрече. Да. Да. Лена как? Лена. Лена без изменения. Такая же вялая, такая же апатичная. Я не знаю, что делать с этим проектом отеля в Барселоне. Лена вообще не хочет слушать о работе. А я ведь тебя предупреждала, чтобы ты не спешил подписывать этот договор. Мы могли бы обойтись более мелкими проектами, с которыми ты бы сам справился. Ты сама мне говорила, что отказываться от таких условий — это преступление, мама. Да, я говорила. В другой ситуации. Все, извини, хватит обвинять друг друга. Давай думать, что будем делать с Леной. Мам, можно в кино с пацанами? Ты меня слышишь? Да, я поняла. Спасибо. Дим. Да. Я созвонила Суходольская. И что, она положит Лену в свою климку? Нет, это не ее профиль. Она сказала, что судя по обязанным симптомам, Алене нужна помощь врача-психиатра. И чем скорее, тем лучше. То есть я должен отправить Лену в психушку? Этого не будет, мама. Погоди ты. Она посоветовала хорошего специалиста. И он работает в частной клинике, а не в психушке, как ты изволил выразиться. Ладно. Может, ей это поможет. Поговори. Поговори с Леной. Лен. Поговорим? Поговорим. Давай пройдемся. Послушай, мне на всем очень больно смотреть на тебя такое. Ты, ты постоянно грустная, безучастная, внадушная ко всему. Прости, Дим. Я, я стараюсь. Я ничего не могу придумать. У меня в голове ни одной мысли. Да я не о работе сейчас. Я… Ну, где прежняя Лена? Нежная, веселая, заботливая? Я не знаю. Я… Со смертью моей малышки из меня с собой жизнь ушла. Но ты же и моя дочь тоже была. А еще у нас есть сын, которому нужна мама. Я… Я все делаю. Я есть. Я здесь. Я с вами. Нет, Лен. Ты не здесь. Ты не здесь. И уже давно не здесь, Лен. У тебя депрессия. Тебе нужно лечиться. Ты понимаешь? Что? Ты хочешь дать мне психушку? Да… При чем здесь психушка? Я… Я просто говорю о том, что нужно показаться врачу, проконсультироваться. Понимаешь? Да. Хорошо. Я поняла. Давай проконсультируемся. Лен… Поверьте, Елена, мы вам обязательно поможем. В нашей клинике используются самые передовые методики лечения. Нам даже за границей приезжают. Игорь Леонидович, мы очень на вас рассчитываем. И, повторяю, деньги не имеют значения. Главное, чтобы Лена вернулась к прежней жизни. Конечно. Я поменяла свое субботнее дежурство. А давай поедем за город. Будем купаться в озере. Рыбу ловить. Жарить ее есть. Удивительно. Что мы с тобой опять встретились? Что-то удивительно. Это судьба. С ней бесполезно бороться. Я и не борюсь. Давай тогда вместе жить. Ну, ты же знаешь, мое обстоятельство. А ты уверен, что твою жену в клинике вылечит? Что ты будешь делать, если нет? Марина, жена, я не уйду. Никогда. Просто. Пойми это. Это еще что такое? Ну-ка, иди ко мне. Музыка. Поехали. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин